Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона поставил задачу уже в марте завершить так называемый переходный период. Детали новой системы соцподдержки в нашем следующем сюжете. Только 4% владельцев социальных транспортных карт в феврале превысили лимит в 50 поездок. Большинство льготников в отведенный норматив уложились. Но окончательные выводы делать рано, заявил губернатор. В каждом случае предстоит разобраться отдельно. И если реальные люди, пострадавшие от этого, так устроено, может быть, они далеко в пригороде живут, там приходится в центр города, там несколько пересадок и так далее, мы обязательно рассмотрим тогда индивидуально каждого и определимся, какими нормативными актами этих людей поддержать. Впереди дачный сезон. Губернатор дал поручение за неделю проработать план движения маршрутов общественного транспорта. Будет понятно, как перевозить пенсионеров на садовые участки. По социальной карте с учетом лимита или же выпустить специальную летнюю сезонку. Возможно, будут внесены изменения в схему движения городских маршрутов. Основная задача сделать так, чтобы люди, для которых порой дачные овощи и фрукты становятся серьезным подспорьем, финансово не пострадали. Виктория Шара и события. По сотрудничеству с ВУЗом завод надеется взрасти специалистов, которые смогут создавать отечественные аналоги и со временем уменьшить количество зарубежных аккумуляторов на российском рынке. Два основных аспекта. Это подготовка высококвалифицированных кадров. И второе – это использование лабораторной базы, которая есть в университете, для того, чтобы это была база для создания научно-технического центра под отраслью химического источника питания. Есть запрос рынка на определенные специальности, которые практически нет ни в одном ВУЗе России. Амбициозные планы, потому что нет специалистов Российской Федерации по этому направлению, именно в том контексте, которым они рассматривают для батарей следующего поколения. Они обращаются к нам, мы согласовываем с ними программы. Если даже среди наших сотрудников нет специалистов, которые могли бы те или иные вопросы осветить, мы их приглашаем из других ВУЗов, из других предприятий. В Самаре объявлена дата общегородского субботника – 22 апреля. Впрочем, генеральная уборка одним днем не ограничится. Она будет идти в течение всего месяца. Как город готовится к преображению, узнала Лариса Шалафаст. Подготовка к масштабной уборке города началась. Очистить в этом году предстоит больше 2 миллионов квадратных метров территории. На следующей неделе начнут ворошить снег на газонах. Сейчас же прочищают ливневую канализацию и водопропускные трубы, чтобы на дорогах не образовывались большие лужи. У нас уже начаты работы по обеспечению отвода воды, образовавшейся при таянии снега. Очистку водоотводных канав, которые у нас в основном располагаются в Кубичском районе. Начнем, я думаю, уже практически на этой неделе. У нас получается порядка 3710 метров. С 1 апреля банные дни начнутся у самарских дорог. Будут мыть больше 20 спецмашин. Приведут в порядок газоны и побелят стволы деревьев. Помоют светофоры, дорожные знаки и ограждения. В каждом районе сформируют бригады рабочих для уборки внутриквартальных территорий. Покрасят и дорожные ограждения, световые столбы и бортовой камень. Остановки общественного транспорта почистят от объявлений, помоют, а некоторые заменят на новые. Как и в предыдущие годы, к генеральной уборке города присоединятся самарцы. Глава города поручил районным администрациям заранее провести работу с управляющими компаниями, чтобы метил, лопат и мусорных мешков хватило всем желающим навести порядок. Задача вовлечь людей как можно больше в благоустройство города, задача поставлена губернатором, мы ее тоже неоднократно обсуждали с вами, чтобы было понимание от каждого двора, сколько нужно шансового инструмента, сколько мешков, потом, значит, как вывозить этот мусор. Пожалуйста, вот эти вещи все, значит, я к главному обращаюсь, уже сейчас прорабатывайте. Приводить в порядок город будут весь апрель. На борьбу за чистоту будут брошены все силы служб городского хозяйства. Также на средники и субботники выйдут сотрудники различных организаций и все неравнодушные жители. Общегородской субботник назначен на 22 апреля. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Вспомнить все. Самара готовится не только к генеральной уборке, но и к тотальному диктанту. Большая проверка на грамотность грядет в начале апреля. В прошлом году к всероссийской акции присоединились сотни самарцев. В областной библиотеке начались занятия по русскому языку. Все желающие могут бесплатно вспомнить или даже узнать правила грамматики, орфографии и пунктуации. Первый урок посетила и наш корреспондент. Ну сколько склонений? Три. Ну вы смотрите, пожалуйста. Так на меня смотрите, ставь я с такой опаской, у нас не будет экзамена. Три склонения, два спряжения и один язык, русский. Восстановить школьные знания и заполнить пробелы в памяти собрались те, кто в апреле рискнет написать тотальный диктант. В этот раз повторяют склонения, падежное окончание существительных и правописание глаголов. Екатерина Усманова своим примером хочет показать друзьям и знакомым. Не стоит забывать о богатстве русского языка. В период сейчас смс, сообщений, вайбера, многие пишут сообщения очень быстро, и многие забывают о правилах пунктуации. Для меня, например, очень тяжело читать такие сообщения, сразу режут глаза. Уроки по русскому языку проводятся бесплатно. Здесь не ставят оценок, не надо отпрашиваться. Нужно только желание вспомнить забытое и узнать новое. Преподаватель Ольга Семанина готовит самарцев к тотальному диктанту второй год. Замечает, что сейчас в школах русскому языку учат по разным методикам. И не все они усваиваются хорошо, языковые нормы смещаются. Поэтому ловить эту грань, наверное, между тем, что допустимо, и тем, что уже на самом деле несколько потеряно, и возобновить, скажем так, эти истоки, наверное, сложновато. Русский язык как инструмент. Чем больше о нем знаешь, тем искуснее им пользуешься. Будущим участникам тотального диктанта и всем, кто неравнодушен к грамотной речи, филологи советуют чаще открывать словари и больше читать книги. Подготовка к тотальному диктанту будет проходить в областной библиотеке каждую субботу. Впереди еще четыре занятия. Есть время вспомнить правила русского языка. Алина Чемерес, Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. В Самаре на улице Мичурина сгорели три автомобиля. В одном обнаружили труп. Инцидент случился в субботу вечером. Через 15 минут после приезда пожарных огонь был потушен. Горели Hyundai, Skoda и Nissan. По предварительной версии на Skoda с Nissan огонь перекинулся с Hyundai, который загорелся первым. Когда машины потушили, внутри Hyundai было обнаружено тело 41-летнего мужчины. На месте работали сотрудники полиции. Воздушные подушки раньше времени прекращают курсировать между Самарой и Ширяево. Самарское речное пассажирское предприятие сообщает о том, что в районе Ширяево на Волге тронулся лед. Движение судов на воздушной подушке по маршруту Самара-Ширяево закроется 7 марта. Суда на линии Самара-Рождественная и Самара-Виновка продолжают работу в прежнем режиме. Строительство Фрунзенского моста ведется в круглосуточном режиме. Шестиполосный мост через реку Самара протяженностью 667 метров будет включать в себя 7 пролетов. Сейчас ведутся работы над четырьмя русловыми опорами. Еще две русловые и две береговые опоры были достроены в ноябре 2016 года. Основной фронт работы развернулся на левом берегу реки Самары, где ведется сборка пролетного строения моста. Самарский блогер Александр Корякин опубликовал свежее видео о ходе реконструкции улицы Демократической, которые он снял с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера. В кадр попал перекресток Демократической и Ташкентской, где ведется строительство двухуровневой развязки. Напомним, реконструкция Демократической, начавшаяся в прошлом году, должна завершиться в конце 2017 года. По плану вместо кольца на пересечении Ташкентской и Демократической появится двухуровневая развязка. Движение по улице Демократической пройдет по нижнему уровню, а верхний примет поток Ташкентской. Администрация города просит самарцев не выходить на лед. Сейчас он тоньше необходимых для безопасных прогулок 15 сантиметров. Прочность льда можно определить визуально. Лед прозрачный, голубого-зеленого оттенка прочный. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый. Он обрушивается без предварительного потрескивания. Если вы увидели провалившихся под лед людей, срочно зовите на помощь прохожих. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами, ползком добирайтесь до пострадавшего. Первым должен двигаться самый легкий. И обязательно звоните в службу спасения по телефонам, которые указаны на экране. В руках мастера цветы распускаются даже из дерева. В Самарском доме журналиста открылась выставка работ художника Сергея Васькова, посвященная наступившей весне. Деревянные шедевры очаровали и Андрей Горгуленко. Тополь, дуб и береза под умелой рукой мастера превращаются в цветы и нутерморты. На создание одного шедевра у Сергея Васькова обычно уходит одна неделя. За 20 лет работы он выработал собственную технику. Я ее, в принципе, сформировал из желания выявить именно текстуру дерева. Не просто форму, как работают, допустим, резчики по дереву или скульпторы, а именно использовать текстуру дерева и сочетание разных фактур. Обычно Сергей работает с более холодными и даже жесткими оттенками. Но его соавтор и жена Ирина порекомендовала сделать выставку в ярких цветах в честь наступающей весны. Поэтому она весеннее такая, зелененькая, красочная, потому что все-таки праздник наш будет, 8 марта. Ну и потом весна. Весна, она, конечно, уже вот то, что март, он уже, по-моему, радует. Выставка в Доме журналиста будет открыта для всех желающих до конца марта. Вход свободный. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты расскажут в следующих эфирах. Остались без дома в Новый год. Мать-одиночка пятерых детей надеется на помощь. Оплати вовремя и получи компенсацию. Еще раз про новый порядок социальных выплат. Минута славы пластилинового дождя. Самарский театр показал классно раскрученным шоу. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова